Дочь председателя СОРАН приватизировала государственный коттедж, а научным сотрудникам отказывают в таком праве на комнаты в общежитиях. Зачем губернатор приказал срочно строить бомбоубежище, готовиться к массовым захоронениям и отправил чиновников на военные сборы? Покосившуюся подпорную стенку на Ипподромской начали ремонтировать, а начальника департамента транспорта уволили из мэрии. Родила ли грица в ночь? На свет появились двое котят, мать Зита с потомством уже в открытом вольере. Об этих и других событиях в материалах репортеров программы «Новости Новосибирска» мы работаем в прямом эфире. Я, Вадим Муравьев, вечер добрый. Начнем выпуск с информации о чрезвычайном происшествии. На стройке в микрорайоне Закаменский упал автокран. По словам очевидцев, водитель пытался самостоятельно выехать из котлована, не справился с управлением, в результате чего многотонная конструкция опрокинулась. Смотрю вот этот кран, стрела лежит на деревьях и на гаражах у нас, которые за оградой. И стояла, смотрела, потому что я спросила у строителей, я говорю, вы что делаете? Стрела рухнула буквально в нескольких метрах от частного дома и едва не придавила припаркованную машину. К счастью, никто не пострадал, в результате падения оказалась оборвана линия электропередач. Строители подняли кран своими силами, местные жители уверяют, что это не единственное происшествие. Близкое соседство со стройплощадкой причиняет людям массу неудобств и даже кран упал там не в первый раз. Между тем, нарушений на стройках области больше не стало, уверяют специалисты инспекции госстройнадзора. А сумму штрафов даже уменьшились по сравнению с прошлым годом в два с лишним раза. Инспекторы объясняют это тем, что строители реже нарушают правовые нормы, например, перестали работать без разрешений. Штрафы за это доходили до миллиона рублей. Технические же провинности обходятся значительно дешевле. Либо делают стяжку, арматуру забывают положить, либо ее укладывают прямо на грунт без всяких защитных слоев, которые предусмотрены. То есть вот такие нарушения, которые связаны с нарушением строительных норм, которые очень много и которые нужно знать. Ведь раньше были рабочие третьего разряда, четвертого, пятого, шестого. А сейчас ни у кого же нет разрядов. Сейчас есть строитель. На Ипподромской магистрали сегодня начали ремонтировать покосившуюся опорную стену. Бетонное основание эстакады на пересечении с улицы Гоголя отклонилось от вертикали. По мнению специалистов, причина – строительный брак. 15 лет назад опору сделали не по проекту. Толщина бетона всего 25 сантиметров. Сейчас, чтобы не допустить движения и разрушения стены, ее укрепляют и армируют грунт. Работы займут две недели. Правда, по мнению строителей, таких мер может оказаться недостаточно. Особенно если за отремонтированной опорой опорной стенкой не будут как следует присматривать. Для того, чтобы правильно сделать, нужно выполнить монолитный оголовок заармированный. И сделать обратную отмостку, чтобы вода не попадала за стенку подпорной стены, за основание подпорной стены и не происходило морозного пучения в дальнейшем. Вообще здесь надо выполнять комплекс, я так вижу. И комплекс благоустройства менять. Вода, массив напитывается слишком водой, видимо, является одной из причин наклона стенки. Мое такое мнение. Но наука выдала решение, мы ее выполняем. И сегодня появилась информация об отставке начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Валерия Жаркова. В городской администрации ее не подтвердили, но и не опровергли. Возможные увольнения связываются с скандалами в дорожной отрасли. Это и затягивание сроков сдачи развязки на улице Петухова, и проблемы с устройством ливневой канализации, и судебные тяжбы с компанией Сибмост, которая строила Бугаринский мост. А также за задержание за взятку начальника управления городского автоэлектротранспорта Арама Суваряна. Муниципальные чиновники обеспечивают себе безбедную старость. Об этом сегодня сообщают известия со ссылкой на Общероссийский народный фронт. Активисты организации обратили внимание на то, что мэры некоторых городов России выписывают себе пенсии по несколько сотен тысяч рублей в месяц. Так, по данным ОНФ, глава Воронежа может рассчитывать на пенсию до 320 тысяч рублей. Мэр Улан-Удэ до 260 тысяч в списке и мэр Новосибирска Анатолий Локоть может претендовать на 245 тысяч рублей ежемесячно. Это позволяет местное законодательство. При этом средние пенсии в этих регионах не превышают 20 тысяч рублей. Скандал в Академгородке. Дочь председателя Соран Асеева приватизировала часть коттеджа на улице Мальцево. А до этого дом отремонтировали, вложив в него миллионы бюджетных рублей. Местные жители возмущены. Особенно те научные сотрудники, кто ютится в общежитиях. Им не позволяют приватизировать даже комнаты. А элитный особняк, оказывается, можно. Павел Тюнов разбирался. В верхней зоне Академгородка насчитывается порядка 60 коттеджей. Строились они в середине прошлого века. И, в принципе, тогда условия для всех были почти одинаковые. Научные сотрудники селились в панельные дома на двух хозяев. Академики жили в своих собственных кирпичных. И, в принципе, ситуация не менялась до тех пор, пока несколько лет назад на некоторых участках не начали возводить настоящие дворцы. Этот особняк начали строить в 2011 году на месте коттеджа Академика Беляева. Семья известного генетика переехала в три служебные квартиры. А возведением нового дома занялся только что избранный председателем сибирского отделения РАН Александр Асеев. Причем масштаб строительства сразу неприятно впечатлил его коллег. Во-первых, это неэтично. С первых дней своего президентства вы занялись своим личным делом, а не заботой обо всех других. В то же время отказывайте право на приватизацию в общежитиях и так далее. И нам, на приватизацию земли. Он написал, это всегда будет служимым. Я это гарантирую. Никогда не буду это приватизировать. Асеев в переписке даже пообещал при необходимости сделать из особняка детский сад. Уточнил, что реконструкция ведется в том числе и на собственные сбережения. Правда, и бюджетных средств в строительство было вложено немало. На портале госзакупок даже при беглом поиске нетрудно обнаружить заявки в сумме на несколько миллионов рублей. Хотя, по некоторым оценкам, затраты саран исчисляются десятками миллионов. Однако председатель свое слово сдержал и приватизировать коттедж не стал. Это сделала его дочь. Из официального сообщения суда советского района. Истица занимает жилое помещение на основании договора социального найма от 30 декабря 2014 года. Договор заключил ее отец. В результате суд признал за Ольгой Асеевой право собственности на коттедж в порядке приватизации. Но хозяйка в своем доме появляется редко. В основном живет во Франции. Академик говорит о недвижимости неохотно. Тут все служебное. В смысле служебное? Государственное? Только недавно там начали приватизацию. А сейчас оно кому-то принадлежит? И через некоторое время можно будет купить? Ну, через какое-то время, наверное, да. А сколько могут стоить дома? Ну, понятие гибели. Здесь Александр Леонидович лукавит. О стоимости особняка ему хорошо известно. Местные жители говорят, недвижимость в этом районе фантастически дорогая. Ну, по прикидкам, там квартиры, они там 22, однокомнатная. То, значит, 10 миллионов 100. А рядовым ученым до сих пор не разрешают приватизировать комнаты в общежитиях. Им на нас наплевать. Они ждут, как уже откровенно сказали, что когда мы умрем, то есть это все освободится. У руководства, похоже, есть более важные проблемы. Возможно, приватизация земельных участков под коттеджами. Некоторые из них доходят до одного гектара. Павел Теунов, Алексей Андробаев, Дмитрий Кабанов. Новости РНТВ, Новосибирск. Чиновники взяли в руки оружие. На три дня на полигон отправили всю вертикаль областной власти. От глав районов до губернаторов. Добавок, на этой неделе Владимир Городецкий поручил министерству ЖКХ подготовить бомбоубежище и разработать алгоритм срочного захоронения жертв в военное время. Неужели действительно международная обстановка накалилась так сильно? И что будет, если завтра война, если завтра в поход, выяснял Кирилл Полиенко? Сборы напоминают пионерский лагерь с военно-патриотическим уклоном. Специально для чиновников на полигон даже биотуалеты привезли. Привыкшие сами раздавать команды и распоряжения, руководители разного уровня демонстрируют готовность подчиняться. По крайней мере, на словах. Ну, если у нас старший нашей группы рядовой, младший сержант, значит, мы солдаты. По очереди берут в руки все виды оружия, а вот занятий по тактике и стратегии в расписании нет. Ну, если человек умеет стрелять из доверенного оружия, научить тактическим действиям в одиночном порядке – это несложно. Губернатор тоже взял автомат. Выцеливал долго, но в итоге все мишени упали. Мэр Новосибирска был гораздо менее точен. А вот гранатометы мэр, в отличие от главы региона, пропускать не стал. Ставил гильзы вместо берушей и со словами «пойдем, засадим» решительно двинулся к рубежу. Солдатская смекалка помогла. При уничтожении танка слух городоначальника не пострадал. Хорошо слышу. Дело в том, что у меня помощники, служилые люди, они знают, что делать. Ну, и я тоже не прошел мимо советской армии. Точно стрелять для чиновников все-таки не главное. Их задача в случае введения военного положения – обеспечить армию и население всем необходимым. И делать это за три дня сборов они научились. Губернатор уверяет, все это не связано с ухудшением международной обстановки. Даже распоряжение строить новое бомбоубежище – якобы формальность. Это всегда постоянная работа. Мы должны быть по нормативу обеспечены и индивидуальными средствами защиты, и все население. Поэтому это первое. Второе – это место в бомбоубежище. Между тем военкоматы начали отбор кандидатов-добровольцев на службу в батальоне территориальной обороны. Это боеспособное ополчение. Собираться они будут не как обычные резервисты раз в несколько лет, а каждый месяц на трое суток. Для бойцов предусмотрена не только оплата проезда и проживание. Те суммы, которые были в период апробации с 2011 года, они маленькие, соответственно, людей это не интересовало. Сейчас я так понимаю, что эта сумма будет пересмотрена в сторону увеличения, дабы было интересно людям этим заниматься. Власти уверяют, все это исключительно по поговорке – хочешь мира – готовься к войне. Кирилл Полиенко, Максим Федосеев. Новости РНТВ Новосибирск. Это, разумеется, не все новости. Смотрите после короткой паузы. Как омским священникам разрешили строить храм на территории охраняемого дендропарка? Глобальное потепление приведет к глобальному похолоданию. Как изменится климат Сибири? И детскую поликлинику затопило. Врачей и посетителей пришлось эвакуировать. Виктор Цой. Голос поколений. Бывают люди, которые попадают в свое время. В день, когда оборвалась жизнь и началась легенда. Впервые за 10 лет его друзья и знаменитые поклонники соберутся вместе и расскажут, как это было. Он оказался голосом, который всех притянул. В документальном фильме «Виктор Цой. Рождение легенды». А сразу после – фильм, изменивший все. Игла. Последние концерты Виктора Цоя и группы кино. И Асса. В субботу в 22.15 на РЕН-ТВ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о подделке подписей в поддержку Демкоалиции на выборах в Зак Собрания Новосибирской области. По данным следствия, с июня по июль 2015 года неустановленными лицами из числа уполномоченных представителей избирательного объединения регионального отделения политической партии ПАРНАС для выдвижения областного списка кандидатов в депутаты законодательного собрания Новосибирской области 6-го созыва были сфальсифицированы избирательные документы и представлены избирательные комиссии Новосибирской области. Избирком забраковал 1300 подписей и отказался зарегистрировать список кандидатов от ПАРНАСа на выборы в Зак Собрания. А следователи сейчас пытаются выяснить, кто конкретно занимался фальсификацией и собирают доказательства. Построить новую церковь на территории Дендропарка решили в Омске. Горожане против. По их словам, при строительстве пострадают редкие виды деревьев. Стоп-храм. Акции и протесты под таким названием набирают популярность в интернете. Для Омска ботанический сад – место уникальное. 70 лет здесь успешно выращивают растения, занесенные в Красную книгу. Здесь более 600 деревьев. Для строительства часовни шестую часть площади ботанического сада исключают из особо охраняемой территории. А значит, можно рубить и строить. Дендросад – это такая жемчужина нашего города Омска. Такой зеленый оазис посреди городов, считайте, в центре. Эксклюзивные деревья, эксклюзивные растения. Те растения, которые деревья не растут у нас в Омске и в Омскообласти, у нас они адаптированы. В Новосибирск возвращается летняя погода. По прогнозам синоптиков, выходные потеплеют, дожди прекратятся, но уже в конце месяца возможны заморозки на почве. Как меняется климат и чего ждать в ближайшее время? Западная Сибирь – горячая точка климатических изменений, считает ученый из Томска Сергей Кирпотин. Судить об этом можно даже по состоянию дорог. Раньше на севере по зимникам дорогам по снегу и льду ездили с ноября по март. Сейчас всего месяц-полтора. Самый главный атрибут глобального потепления климата состоит в том, что климат становится абсолютно непредсказуемым и мастеричным. Перестраивается климатическая система нашей планеты. И мы не можем сказать, что будет завтра, через месяц, какой будет зима, теплый или холодный. Резкоконтинентальный климат всегда был богат на сюрпризы, но в последние годы их явно стало больше. В 2014-м в Новосибирске сильная жара неожиданно сменилась градом. Куски льда достигали в диаметре 4 сантиметров. Люди на пляже были вынуждены спасаться кто как мог. В Омске весной того же года сильный ураган снес крыши сотен зданий, а семиметровый шар-памятник под порывами ветра укатился со своего постамента. У нас увеличивается от года в год количество опасных явлений. Начинается засуха почвенная, засухоатмосферная, суховея, чрезвычайная пожароопасность. Это все вот такие составляющие аномальной жаркой погоды. В музее Новосибирска планируют даже издать календарь необычных погодных явлений за всю историю города. Например, самый сильный мороз, минус 51 в январе 1915-го. Жители Новониколаевска вообще не заметили, следили за политическими событиями в столицах. А вот наводнение в 96-м многие помнят. В 96-м году случился страшный потоп. За один день выпала около месячной нормы осадков. И новосибирские улицы буквально превратились в реки, а дворы в озера. Массово глохли машины, люди переправлялись между домами на лодках. Ну и вообще Новосибирск стихийно превратился в сибирскую Венецию. Мнение климатологов, глобальное потепление будет продолжаться. Однако на юге Западной Сибири похолодает. В начале нового тысячелетия уже было несколько морозных зим. В основном холодает у нас за счет зимних месяцев. Весна при этом, как даже в докладе говорится, весна очень теплая. Март стал теплее у нас даже, май теплый. А вот зимы у нас стали холоднее. Это уже заметили энергетики. Прогноз на ближайшие дни радует. Нас ждет еще немного лета. Дожди прекратятся и потеплеет. Но уже в конце августа на почве возможны заморозки. Что касается нынешней зимы, то она, скорее всего, будет морозной. Во всяком случае, если верить приметам, в этом году небывалый урожай рябины. А это, как известно, к сильным холодам. Лидия Захарова, Арина Таранюк, Юлия Боброва, Константин Стримаусов. Новости РНТВ, Новосибирск. Тем временем дожди затопили детскую поликлинику в Омске. Крыша здания в аварийном состоянии. С потолка льются потоки воды. Тазов и ведер не хватает, чтобы справиться с потопом. Дети на приеме у врача в дождевиках и резиновых сапогах. Вам деньги на ремонт крыши уже выделили. В начале августа строители сняли изоляционный материал. И тут начались дожди. По словам руководителя регионального Минздрава, к 7 сентября ремонт закончат. А пока прием пациентов будут вести в Центре здоровья неподалеку. Показывать нас, что там все плохо, нельзя. У нас есть проблемы в здравоохранении? Мы же их решаем. Сегодня появились у нас ролики в Ютубе, где мама ходит, снимает, как плохо у нас поликлиника, дети бегают там по лужам. Ну, мама бы подумала, что она вроде что про Гуратумс показывает. Лишь, правда будут думать, что у нас так? Ну, поликлиника-то закрыта. Реабилитировали спустя 85 лет после преступления, которого не было. Новосибирские прокуроры пересмотрели дело о попытке свержения советской власти, датированной 1930-м годом, и признали дочь невинно осужденного жертвой репрессий. Материалы рассматривала особая тройка ОГПУ в отношении 21-го человека, все родственники из одной деревни. Несогласные с коллективизацией, они ушли в леса и, по мнению советского суда, разрабатывали планы по смене государственного строя. В итоге пятерых человек расстреляли, остальных приговорили к разным срокам в лагерях. Отец нынешней заявительности пять лет провел на строительстве Беломорканала и домой так и не вернулся. И вот теперь вынесено постановление о реабилитации. Вряд ли вот эта группа крестьян, которая была недовольна коллективизацией и ушла просто в леса, выражая, наверное, все-таки какой-то свой протест и не желая в этом участвовать, замышляли так глобально свергать всю советскую власть во всей стране. Поэтому вот эта формулировка обвинения, она, естественно, признается политической репрессией. И это еще не все. Смотрите в заключительной части программы. Два лигренка родились в Новосибирском зоопарке. Фестиваль паркура. Сильнейшие спортсмены соревнуются в Новосибирске. И на спорт человека примотали к багажнику машины и возили по городу. В Новосибирском зоопарке сегодня, несмотря на будний день, столпотворение у клетки с лигрицей. Самая большая кошка в мире вышла на прогулку с двумя новорожденными котятами. Пол малышей пока неизвестен. Посетители гадают, на кого больше похожи лигрята. На льва или тигра. Отца, льва Сэма, содержат в отдельном вольере. Поэтому все родительские обязанности выполняет мать Зита. Она терпеливо переносит баловство детей и следит, чтобы они близко не подходили к ограждению. Спорт, стиль жизни или очередной способ свернуть себе шею. В Новосибирск приехали десятки мастеров паркура из всех городов Сибири. Приехали не ради призов. Это как раз то соревнование, в котором побеждает именно дружба. Вот моя коллега Мария Черешнева, например, сначала смотрела на этих отчаянных парней с сомнением, а потом и сама решила выяснить, на что способна. Под эти ритмы соревнуются лучшие трейсеры со всей Сибири. Главное здесь не касаться земли. Кажется, эти парни победили гравитацию, но каждый прыжок требует предельной концентрации. Честно, перед этим чувствую немножко страх, потому что надо сосредоточиться, чтобы долететь. Прыжки на точность. Называется кваси. Перед пешком чувствуешь некое волнение, потому что можешь не долететь. Ощущения очень классные. Для меня это саморазвитие, преодоление страха в каком-то смысле. Я прихожу, уставшись с работы, допустим, я иду, я занимаюсь, я тем самым себя расслабляю. То есть у меня нет задачи там убиться где-нибудь, там что есть и свернуть. Я просто делаю то, что мне нравится и все. Ты можешь из любой перилки сделать себе площадку, из любого забора сделать себе препятствие. Паркур появился на городских окраинах, среди заборов, гаражей и бетонных высоток. Стремительное преодоление препятствий всегда связано с риском. Родители просто волнуются. Они волнуются, думают, что я себе что-то могу сломать. Если не размялся, тогда ты можешь себе что-то сломать. Но я подумала, что я ничего не ломала пока что. Опытные трейсеры говорят, дело вовсе не в силе мышц или ловкости. Нужно быть рожденным для паркура. Меня тут научили самому простому элементу паркура. У него даже названия нет. Но это совершенно нулевой уровень, но он, тем не менее, показательный. Сделать его не так просто, как кажется на первый взгляд. Надо начертить линию и попробовать приземлиться ровно вот туда. Если устоишь, значит ты способен. Нет! Не получилось! Начинающие трейсеры советуют лучше отпружиниваться. Пара попыток и кажется, получается. Но, пожалуй, лучше наблюдать за трюками профессионалов. Мария Черешнева, Дмитрий Кабанов. Новости РНТВ. Новосибирск. За гранью разумного. В Новокузнецке молодые люди на спор приклеили скотчем товарища к багажнику автомобиля и катали его по городу. Сотрудники ГИБДД на выходку почему-то не отреагировали, хотя машина несколько раз проезжала мимо поста. Участники необычной акции заявили, что таким образом хотели продемонстрировать Западу и лично президенту США Обаме, что нас не победить. Специально для этого тоже на скотч примотали российский триколор к ноге отчаянного смельчака. Завтра день памяти Виктора Цоя. Его жизнь оборвалась ровно четверть века назад. Канал РНТВ. Весь вечерний эфир посвящает творчеству музыканта. В четверть восьмого телезрители смогут увидеть премьеру документальный фильм Виктор Цой «Рождение легенды». Это эксклюзивный интервью друзей, поклонников и музыкантов, которые работали с Цоем и хорошо знали его. Сразу после художественный фильм «Игла» первая и последняя большая роль музыканта в кино в половине первого ночи, живая запись последнего легендарного концерта группы в Олимпийском, завершит марафон Дня памяти фильм «Асса». Он начнется в час сорок пять ночи. Именно в «Роке», где все-таки слова имеют гигантское значение, вот здесь появилось что-то вот такое, чего не было раньше. Почему, как появился Цой, почему он оказался голосом, который всех притянул? В завершении выпуска о погоде. В Томске, где всерьез занялись обеспечением безопасности детей, в садиках плюс 16-18 градусов Цельсия, солнечно. В Кузбассе, где бобры атаковали Транссибирскую магистраль, воздух не прогреется выше 16 градусов, но без осадков. В Омске, где на охраняемой территории дендропарка собираются построить храм до 22 градусов по Цельсию, без осадков. А в Новосибирске, где дочь-академика приватизирует служебный коттедж до 17 с плюсом, временами дождь. У нас на этом все. О ваших новостях сообщайте по телефону редакции или пишите на нашу электронную почту. Все контакты на экране. Сразу после нашего выпуска федеральной новости программа «Новости Новосибирск» вернется в эфир уже в понедельник, ровно в 19.00. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова